Сначала он отрезает 2 миллиметра корки, оценивает плотность, хвалит сыр за то, что не вздулся, говорит пару слов о правильном цвете и, наконец, пробует тонкий ломтик. Джаннис Фоджо первым в Италии начал производить мини-сыроварни, но сейчас он не у себя на родине. Эти низкие кирпичные своды старинного погреба на ферме Валаамского монастыря, где теперь тоже делают итальянские сыры. Понятно, что для изготовления хорошего сыра, в первую очередь, необходимо хорошее молоко. Каких-то особенных секретов, как говорят монахи, нет, хотя, возможно, их просто не раскрывают. Но при этом уверяют, что каждой корове есть индивидуальный подход, а главное на Валааме великолепные пастбища. И чего-чего, а еды у коров здесь точно хватает. Олицетворение этой необыкновенной заботы послушник Алексей, который каждый день играет коровам на дудочке. 25 голов, а когда-то было 70. В конце 19 века монастырская обитель была настолько успешной, что как-то даже получила гран-при на сельхозвыставке в Париже. Теперь восстанавливают традиции. Монах Агапи ездил в Италию в небольшом городке в Альпах, изучал искусство местных сыроваров, чтобы после передать знания монастырским братьям. Сейчас размешивается сырное зерно для сыра монастыка. Оно должно как бы в течение где-то 40-50 минут, короче, от 40 до часа нужно так мешать. Сейчас делают 5 видов сыров. Моцареллу, рикотту, ракино, качотто и, наконец, монастико. Монастырский твердый сыр долгого вызревания. Рецепт, которого итальянцы разрабатывали специально для Валаама. Будет на то воля Божья, но придумаем какие-то свои сыры, каких-то своих микробов разведем. Сто лет назад на ферме уже был водопровод, паровая машина, а в коровнике рельсы, по которым животным доставляли сваренный корм. По последнему слову техники здесь, кажется, оснащены и сегодня, так что планы строят грандиозные. Хотя пока сыра хватает только на то, чтобы поесть самим братьям и угостить паломников. И исчезает он едва ли не быстрее, чем появляется, как корова языком слезала. Алексей Кобылков, Николай Гипстафьев, Валерий Оксенчиков, Валерий Савинский. НТВ, ВЛАМ.